итак у нас не работает клавиатура на вот такой вот микроволновке что делать на самом деле самый простой вариант это просто заказать вот такую вот панельку новую ну естественно поставить но но есть такие люди которые то ли не хотят то ли у них не получается то ли нет такой возможности общем то есть другой путь и он куда намного дешевле и куда намного проще короче ремонтировать мы ее не будем а просто сделаем простейшую замену показываю вот ряд кнопочек припаиваем на макетную контактную плату само собой подпаиваем каждой кнопочки проводки и заводим на напайку разъема тут вот как видите я тут наклеил назначение каждой кнопки чтоб можно было ориентироваться но суть общем то такова что но если кому-то не важен дизайн и как она будет смотреться для кого-то то можно обойтись вот так вот есть другой вариант можно вообще взять калькулятор самый обычный подпаять к нему проводки и в общем-то через калькулятор управлять этой микроволновкой и так чтобы добраться к плате нам необходимо всего лишь разобрать дверьку кто-то ничего сложного мужа я услышал что некоторые вообще разбирают почти всю всю микроволновку для того чтобы добраться к плате плата находится вот вот здесь вот за вот этим вот отсеком то есть сначала отковыривается вот этот пластиковый будок и потом сама дверька она просто снимается с крючков вот этот белый пластик он просто снимается вот так наружу а вот эта металлическая часть с вот этой сеточкой она просто остается висеть на вот этих вот навесах вот берете берете отверточку и начинаете вот так вот отковыривать от защелок и проходитесь по контуру то есть снимаете вот этот пластиковый обод это первый этап потом за ним вы увидите что делать дальше то есть тут как бы ничего сложного за этим пластиковым черным ободом вы уже выйдете плату которая здесь закреплена на двух шурупах и вот тоже надо будет открутить и в общем то уже с ней заниматься саму плату я приклеил клеевым пистолетом на вот такой вот черный клеевой стержень в общем-то она держится чисто на этом стержне на этом клею в общем-то дешево и максимально просто что еще нужно деду который мне принес эту микроволновку дело в том что деду в принципе красота не нужна ему главное чтобы она работала деду 72 года и в общем-то он уже не незачем не гоняется можно конечно у кого есть руки и терпение можно эти кнопочки в общем-то встроить пластик то вреза сделать заподлицо и чтоб они в общем то вот как раз вот подходили с той стороны к этим кнопкам и в общем то то же самое выполнение функцию нажимания кнопки в общем варианты есть но самый простой вариант это вот такой вот вариант конечно она работает и я вам сейчас это покажу вот питание есть индикатор загорелся она полностью была все рабочие единственное что у нее было это не работал не работали вот вот эти вот все клавиши ну кроме первых трех у кого-то у кого-то бывает вот первые дверь не работают все остальные работают в общем разные ситуации вот открывая сами микроволновку у меня уже там стоит водичка просто холодная мы видим здесь одна минута плюс 10 секунд плюс 10 минут выбираем любое время одна минута плюс 10 секунд его сбросить сброс плюс 10 минут в общем то без проблем все функционирует как и должно быть сброс вот выбор мощности тоже без проблем сброс супер запустить вот достаточно нажать на кнопочку старт никаких проблем но единственное тарелочки нету дед почему-то посчитал не нужно приносить тарелку с собой поэтому мне приходится экспериментировать вот так вот ну впрочем не важно главное что он теперь работает и выполнять свою функцию дед будет очень счастлив и доволен есть водичка теплая даже за течение 300 секунд она уже успела нагреться что и требовалось доказать и вот кнопочки это не проблема их можно заказать купить они там стоят буквально копейки или просто вот даже вот как я говорю использовать клавиатуру от калькулятора суть этих кнопок в том что они все работают на замыкание контакт должен быть полноценным это близкое значение к нулю при ну при срабатывании при нажимании на клавишу здесь же на клавиатуре когда я отпробую восстановить мне казалось тогда что вот эту пленочную клавиатуру можно восстановить путем что вот я вот возьму вот так вот рассоединю вот как видите она рассоединяется ну правда трудно но она отлепливается все держится на двухстороннем скотче как и положено у китайцев и потом вот эти вот две две вот эти вот противоположных контакта они должны в общем-то контачить но они не контачат у них сопротивление очень огромное я вот даже короче их тер спиртом не помогло потом тер просто бумажкой думал может ну типа там остался налет от спирта тоже не помогло потом взял короче натер графитом ну как бы тестер показывает что кнопка срабатывает но сопротивление по-прежнему большое короче говоря восстановить так и не получилось эти кнопки вот вот эти три я попробовал с графитом они еще как того срабатывают сопротивление их не даже намерил порядка 250 килом это очень это очень много поэтому так поэтому эти клавиши и не работают вообще ни одна клавиша не работает тут если попробовать потом вообще по нулям ничего нет никакой реакции то есть вот эти пленочные клавиатуры это это вообще попадос это чисто чисто одноразовая и недолговременная работа на какой-то небольшой промежуток времени потом вам придется покупать новую новую клавиатуру это полюбасе так по ходу то ли было задумано чтобы постоянно покупали то ли то ли просто очень сильно сэкономили но неважно короче суть проблемы вот такая вот главная идея вот я ее показал но вы уже там себе решайте что хотите делать кстати дед носил ее сначала в сервис сервис сказали что сгорела плата и в общем то ее в наличии нет но я посмотрел конечно же в интернете в наличии нет такой платы я вот поначалу тоже начал решить думал что плата не работает но потом выявил что все-таки три кнопки не работают потом когда начал замыкать пинцетом здесь на самом разъеме тут в общем то соответствующие контакты и у меня начала в общем кровно к пикой то есть начала подавать признаки жизни вот тогда я убедился что плата у меня рабочая а не рабочая сама клавиатура ну тут конечно же нужно по вот этим дорожкам отследить какие вот эти контакты нужно замыкать не все контакты подряд можно можно замыкать есть комбинации не запрограммированные именно нужно вот запрограммированные которые вот здесь вот зашиты в контроллеры я вот пробежался ну короче отрабатывают все клавиши правда я не пробовал на тостер но впрочем он и не нужен я вот тут вот выставил чистого те клавиши которые необходимы чтобы пользоваться самой микроволновкой дед никогда тостром не пользовался и он ну соответственно и никогда не будет пользоваться самое главное это ему там что-то подогреть тарелку борща все больше она ему принципе не нужно так в общем то на этом ребята спасибо за внимание и до свидания